В Гусь-Хрустальном районе в аварии с Лосем погиб водитель. ДТП произошло 16 июля. Как сообщают в ГИБДД, 72-летний водитель отечественной легковушки двигался по дороге Никулина-Воровского-Машок. Около села Вешки на дорогу выбежал лось. Водитель ВАЗа 15-й модели не успел затормозить и врезался в животное. Судя по фото с места происшествия, основной удар пришелся на крышу легкового автомобиля. Пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Для лося столкновение также оказалось смертельным. С начала мотосезона произошло 58 аварий с участием двухколесного транспорта. Только за первую половину июля зарегистрировано 17 ДТП, в том числе 7 с участием несовершеннолетних. Три человека погибли и 64 получили ранения. Из последних аварий в одной из деревень Муромского района 17-летний молодой человек, не имея водительских прав, сел за руль мопеда и не предоставил преимущества движения другому мопеду. Произошло столкновение. На втором мопеде были два подростка 15 и 12 лет. Все участники аварии были госпитализированы. В течение недели до 23 июля на территории региона будут проводиться специальные рейды, направленные на предупреждение дорожных аварий с участием водителей мототехники. На особом контроле экипажей ДПС несовершеннолетние водители мопедов и мотоциклов. За управление мототранспортом без водительского удостоверения необходимой разрешающей категории водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме от 5 до 15 тысяч рублей. Если за рулем остановят подростка до 16 лет, то родители нарушителя будут привлечены к административной ответственности, а транспортное средство отправлено на штрафстоянку. Согласно требованиям правил дорожного движения, скутерами, мопедами и легкими квадроциклами с объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров можно управлять исключительно с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории М, а мотоциклом с 18 при наличии водительского удостоверения категории А с объемом двигателя от 125 кубических сантиметров. Власти Северной столицы отреагировали на происшествия с общественным транспортом. В последнее время в Санкт-Петербурге произошло несколько возгораний и курьезный выброс двигателя на ходу у Волгобаса. Об этом писали местные СМИ и сообщества в соцсетях. К слову, во Владимирскую область скоро должны поставить крупную партию машин этой марки. Как стало известно, петербургский перевозчик приостановил эксплуатацию около 30 Волгобасов 2022 года до исправления недочетов и приемку 98 новых машин этой марки до полной проверки технического состояния. В своем телеграм-канале об этом сообщил замгубернатора города Кирилл Поляков. Дал поручение руководителям заводов-производителей автобусов МАЗ и Волгобас разработать график модернизации техники и замены комплектующих недлежащего качества. Получил от них гарантию проведения работ, в том числе и для будущих поставок. Перевозчикам поручил усилить текущий контроль за техническим состоянием подвижного состава и не допускать эксплуатацию на линии транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, до конца лета в рамках инвестпроекта автопарк муниципального Владимир-пассажир-транса должен пополниться 70 Волгобасами разного класса. Их собирают на заводе в Собинском районе. 36 автобусов — это модели длиной 12 метров на газовом топливе, 30 машин дизельные большого класса, 4 автобуса среднего класса. В июне в соцсетях производитель рассказывал, что новые машины будут лучше прежних. Для коллектива научно-производственного комплекса «БМГ», расположенного в Собинском районе Владимирской области, новый заказ — повод для гордости и одновременно большая ответственность. Работникам предприятия предстоит продемонстрировать прогресс, достигнутый заводом с момента первой поставки техники. За это время на предприятии выпустили сразу несколько новых моделей, внедрили ряд современных технологий, сделав акцент на надежности и комфорте для пассажиров. Владимирцы в соцсетях разделились на сторонников и противников Волгобасов. Кто-то говорит, что новые автобусы на рейсах всегда лучше старых, а кто-то в этом сомневается, вспоминая, как горели и ломались первые машины. Почему Владимирский автопарк решили пополнить именно Лиазами и Волгобасами, нам поясняли в мэрии. Одними из основных критериев выбора автобусов стала их стоимость и сроки поставки. Количество автобусов марок Волгобас определено в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Свои 70 машин Владимир пока ждет. Не скажется ли на сроках и качестве производства петербургская история? И как производитель прокомментирует ситуацию в целом? Мы направили официальные запросы, будем следить за ситуацией. Четыре троллейбуса марки МАЗ готовятся выйти на линии Владимира. Как сообщают в мэрии, сейчас новые машины проходят подготовку. Компания-поставщик из Рязани, по информации администрации Владимира, выполнила обязательства в полном объеме. Стоимость контракта составила чуть более 92 миллионов рублей. Новые троллейбусы будут работать на первом, пятом, восьмом и десятом маршрутах. Они оснащены всеми современными средствами для комфортного передвижения пассажиров, в том числе инвалидов. До конца года муниципальный перевозчик собирается приобрести еще один новый троллейбус в рамках собственной инвестиционной программы. Это новый современный подвижной состав. Он кардинально отличается от того, что у нас сейчас эксплуатируется в городе. Первое – это то, что стоит асинхронный тяговый двигатель, система компьютерное преобразование электроэнергии в переменный ток. Соответственно, экономия электроэнергии порядка 40%. У данной модели присутствует автономный ход, но он технологичный. То есть он не более двух километров. Это для того, чтобы объехать различные ремонтные работы, аварии. Во Владимире установили карантинную фитосанитарную зону по ясеневой изумрудной златке. Это жучок-вредитель. Он поражает ясень, клен ясенелистый, маньчжурский орех, вяздовида, вязродный. Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщает, что площадь карантинной зоны составляет более 138 тысяч гектаров. Запрещается высадка, транспортировка и продажа саженцев, лесоматериалов и упаковок из необработанной древесины растений хозяев за пределами очага. Пораженные деревья подлежат вырубке. Минздрав и Роспотребнадзор области напоминают об опасности заражения инфекциями при укусах клещей. Присосавшегося паразита нужно как можно скорее удалить и отдать на исследование. Чем меньше длится контакт с кожей, тем меньше риск заражения инфекциями. С марта специалисты области выявили 96 инфицированных особей. Большинство из них, 90, были заражены боррелиозом. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области в этом году пока не зарегистрировано. За неделю с 3 по 9 июля обнаружено 15 клещей, зараженных боррелиозом. С укусами клещей к специалистам обратились 126 человек, из них 28 детей. Исследования клещей проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области на улице Токарева, дом 5. Проблемы нескошной травы для жителей улицы Лакина давно не новость. Тропинку вдоль домов 189, 187 и 191 почти не видно. Все целиком и полностью заросло сорняками. Казалось бы, дело одного звонка в управляющую компанию. Вот только территория относится к муниципальной собственности. И хотя помимо многоквартирных домов и магазинов дорожка доходит до школы номер 24, администрация города, похоже, не торопится решать проблему. Здесь могли гулять дети, кататься на самокатах, с животными гулять. Но здесь невозможно пройти. Все заросло. Неоднократно обращались в администрацию Октябрьского района. Но никаких ответов. Сегодня, завтра, скосим. По словам людей, благоустройство местности не проводится ни летом, ни зимой. Добиться от властей надлежащей уборки очень сложно. В зимнее время жители просто закрывают глаза на снежные горы. А вот летом в высоких зарослях появляются клещи. Вот это вот все надо скашивать. Тут клещи, тут дети бегают. А это, приходим, с них вот срываем. Я с ребенком иду. Он у меня убежал сюда. Цветочки ему сорвать. Выходит весь в клещах. Там одни ямы, они вот там он бегает уже. Уже здесь не ходят. Потому что тут по этим кустам никак не пролезть. Несколько лет назад здесь располагались гаражи. Собственники сами ухаживали за территорией. В 2017-м их убрали. И с тех пор ситуация сильно изменилась. Последние два года, чтобы увидеть опрятную лужайку вместо джунглей, жителям домов на Лакино приходится добиваться покоса травы у властей. А ведь здесь должна появиться живописная липовая аллея. Местные жители рассказывают, осенью прошлого года горадминистрации высадило несколько саженцев. Поначалу за ними ухаживали коммунальщики. Сейчас же молодые деревья полностью смешались с лесом из сорняков. В прошлом году нам посадили 15 лип сухопаров Сергея Владимировича с командой. Эти липы, конечно, заросли травой. Но если скосят, будет это приглядно. Оперативного ответа от представителей мэрии не получили и мы. Власти обещали прислать письменный ответ на наш запрос. Неужели простой покос травы для Владимира такая серьезная проблема? Маргарита Бычкова, Егор Дикевич, 6 канал. Во Владимире появился новый рисунок уличного художника Мишкина. Своей работой он открыл фестиваль искусства «Загагули-33». На трансформаторной подстанции на улице Комиссарова, 8Б теперь красуются охотники за привидениями, которые гонятся за лизуном. Мишкин назвал работу «Ловите его». А в соцсетях отметил, что фестиваль уличного искусства отличная возможность для легального рисования на Владимирских постройках. Нередко граффитисты стараются скрыться от внимания и действуют под девизом «Незаметно прийти, незаметно уйти». Вишневый спас во Владимире прошел весело и без происшествий. Главными площадками праздника стали Патриарший сад, Спасский холм и пешеходная улица Георгиевская. Владимирцы и туристы фотографировались в необычных аппетитных локациях с вишневой тематикой. Дегустировали необычные виды варенья, ягоды, покупали угощения и тематические изделия ремесленников. Участвовали в мастер-классах. Завершился праздник концертом, танцевальными и музыкальными развлечениями. Напомним, в этом году мэрия предприняла особые меры безопасности для участников и гостей праздника. Вход на площадки был через рамки металлоискателей. Праздник огурца в Суздале посетили более 12 тысяч человек. Об этом сообщается в соцсетях Владимира Суздальского музея-заповедника. Гостей по традиции ждали развлечения, огуречные разносолы и необычные овощные блюда, музыкальная программа, ремесленные и фото-зоны, а также встречи с известными ведущими, садоводами-огородницами Октябриной Ганечкиной и Ольгой Платоновой. Владимирские легкоатлеты стали лучшими на Кубке России в Первой лиге. На соревнованиях в Подмосковном Жуковском наши спортсмены показали достойный результат. Заняли первое место в командном зачете в Первой лиге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова